В Приморье официально стартовала кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Этой весной клещи активизировались раньше обычного, так что любителям лесных прогулок самое время позаботиться о своей безопасности. Зато в Окино за прививкой можно обратиться в медико-санитарную часть номер 100. Весна в Приморье – время активизации клещей. Просыпаются крылососущие уже с середины марта, когда регистрируются и первые случаи заболевания клещевым энцефалитом. Пиковый сезон ожидается ближе к лету, поэтому врачи рекомендуют заблаговременно сделать профилактические прививки. Это самая надежная защита от опасного заболевания. Предварительно человек может записаться на прием либо ко мне к доктору-инфекционисту, либо к доктору-терапевту, либо к педиатру, если это ребеночек. Предварительно для осмотра и решения о допуске к вакцинации, потому что в некоторых случаях, конечно же, могут быть и противопоказания. Прививка проводится поэтапно. Интервал между первой и второй инъекцией составляет от 1 до 7 месяцев. Третья доза вводится через год. Затем пациенту следует ревакцинироваться каждые три года для поддержания достаточного уровня иммунизации организма. Если человек пропустил ревакцинацию, например, то ему необходимо будет повторить данную схему вакцинации заново. То есть очень важно для человека зафиксировать именно дату и год вакцинации для отчета дальнейшей ревакцинации. Иммунная защита формируется через две недели после второй прививки. Таким образом, первую дозу лучше вводить в марте. Даже если инфицирование произойдет, заболевание будет протекать намного легче, чем у непривитых людей и, как правило, без осложнений. Прививка от энцефалита особенно нужна дачникам, туристам, охотникам и рыбакам, тем, кто работает в лесу или регулярно бывает на природе. Непривитым гражданам при походе в лес специалисты рекомендуют использовать химические спреи-репелленты. Надежной защитой от опасных кровососущих может служить и правильно подобранная одежда, обувь, головной убор. Это шапочки, косыночки, если это кофты, то это всегда будут кофточки с высоким воротником, штаны, сапоги, либо кто-то кроссовки надевает. Штаны обязательно должны быть заправлены в носочки и кофты должны быть с длинным рукавом. То есть мы предотвращаем полностью заползание, простыми словами, клеща на тело человека. Если клещ все же укусил, необходимо сразу обратиться в городскую больницу в приемный покой. Специалисты удалят клеща, обработают рану, при необходимости проведут экстренную профилактику клещевого энцефалита. По внешнему виду нельзя определить, энцефалитный клещ или нет. По этой причине любого снятого с себя кровососа следует отправлять на лабораторное исследование. Врачи предупреждают, признаки болезни могут появиться в течение трех недель после укуса. Вообще симптоматика очень различная. Иногда даже клещевые инфекции начинаются просто как признаки урвы. Кашель, першение в горле. При первых же симптомах болезни надо срочно обратиться к врачу-инфекционисту. Рисковать не стоит. Укус крохотного насекомого может навсегда оставить человека инвалидом и даже привести к летальному исходу.